Здравствуйте, уважаемые профессионалы и любители шарочной игры. Не так давно я сыграл товарищеский матч с кандидатом в мастера спорта Артёмом Гагариновым из города Киров. Ну и сегодня я хочу вам показать две интересных партии из этого матча. В первой партии я играл белыми. ЕД4, АЖ5, ФЕ3. Выпала такая жеребьёвка. Дебют, что называется, хуже не придумаешь за белых. Артём, естественно, тут же разбивает мой и так слабый правый фланг ходом ЖФ4. Но на Ж5 бить ещё хуже, поэтому я бью на Е5. Во второй партии Артём избрал более логичный ход АБ4. То есть в этой позиции наиболее часто играют именно таким образом. Я же пытался как-то запутать соперника и сыграл ДЕ3. Артём играет ЖФ6 и на ход ЖФ2 здесь Артём сыграл не точно. Он пошёл БА5. Более логичный план был связан с ходом ЕД6. Теперь, если бы я сыграл, допустим, СД2, закрывая дырку на поле Д2, чёрные могли разменяться на поле С5. И белым защитить эту позицию было бы очень непросто, друзья. У чёрных огромное преимущество. После же хода БА5 позиция более-менее уравнивается. Я уже играю ДЦ5, занимаю важный пункт. Ну и на ход ФЖ5 Артём хочет разменяться назад. Я сам меняюсь в центр. Заняли центр белые, но немножко не успевают белые закрепиться. То есть после размена ЖФ4 я играю АЖ3. И на ход ЦБ6 здесь я в партии ошибся. Я сыграл ЖФ4. После этого хода чёрные могли очень красиво выиграть. Давайте разверну позицию за чёрных, чтобы вам было удобнее найти план игры за чёрных. У чёрных был красивый выигрыш. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти выигрыш за чёрных. Напрашивающаяся жертва ФЕ5. Артём считал её, но до конца, к моему счастью, не досчитал. Белые вынуждены бить на Д6 и чёрные нападают ДЦ7. Кажется, что вроде бы позиция равная. То есть после ЦБ2 вроде бы ничего такого нет у чёрных. Но здесь выясняется, что вот это вот сочетание шашек А3 и Ц5 очень неприятное. Три шашки чёрных на поле А5. Чёрные играют БА5 и выясняется, что у белых проигранная позиция. То есть если белые строят колонку и ФЕ3 играют, тогда чёрные играют АБ4. Ну и после вынужденного размена ЦБ6 чёрные ставят рожон на поле Ц3 и постепенно выигрывают. То есть белым здесь остаётся только сдаться. На ход ДЕ5 чёрные могут сыграть БЦ7. Ну и здесь угроза, видите, ЕД6 неотразима. Белым также остаётся только сдаться. Вот такой выигрыш был у Артёма. В партии же Артём сыграл БА5 и здесь в принципе я мог защититься. Я сыграл ФЕ3 и обе стороны развивают свой сильный левый фланг. АЖ7, АБ2, Ж6. Здесь я сыграл ЕФ2. То есть подтягиваю шашечку Е1 на свой ослабленный фланг и не даю чёрным прорваться. На ход ФЖ5 я сыграл ЦД2. Чёрные сыграли ЕФ6 и здесь я почувствовал себя неуютно. Был уже цейтнот, тем более я ошибся. Сыграл ФЖ3. Этот ход, оказывается, проигрывает. Также можете поставить видео на паузу и попытаться найти выигрыш за чёрных. Ну, первый ход напрашивается. АБ4 именно так и сыграл Артём. Ну и после хода ЦБ6 чёрные играют Ж4. После всех разменов выясняется, что шашку Б6 белым не защитить. Чёрные нападают. Я как могу сопротивляюсь, пытаюсь её отыграть. Но чёрные проводят так называемый удар по затылку. И остаются с лишней шашкой. Но у белых есть некая компенсация. То есть, видите, силы чёрных раскиданы по бортам. Кроме того, видите, разрыв по флангам. Я сыграл БЦ3. И на ход АЖ5, кстати, единственный ведущий к победе, я сыграл ЦБ4. Вот здесь точно ставьте видео на паузу и пытайтесь найти выигрыш. Выигрыш, кстати, здесь единственный ход ведёт к победе. Остальное ведёт лишь к ничьей. Артём сыграл ФЕ7. Этот ход выпускает выигрыш. То есть, я уже играю БЦ5. Ну и на ход ЕФ6 играю СД6. Приходится играть АБ6, иначе я пройду в дамки. Ну и на ход ЕД4 здесь есть два варианта. В партии было ЖХ4. Я пожертвовал шашку ходом ДЦ5 и играю ДЦ7. То есть, хочу ставить дамку на Б8 и обрезать чёрный ход по ходу в дамки по двойнику. Поэтому приходится играть АЖ3 чёрным. Тогда я ставлю дамку на Б8 и захожу в любки. Ну и здесь партия закончилась ничьей. А выигрыш был такой. Да, кстати, выигрыш, вернее, ничья была и после хода ЖФ4. Но здесь более сложная, кстати, ничья. Надо отдавать только ДЕ5. ДЦ5, кстати, проигрывает, обратите внимание. И играть ДЕ7. То есть, я хочу поставить дамку на Д8 и затем занять большую дорогу. Поэтому чёрным приходится играть ДЦ3, единственный ход, чтобы играть на победу. Тогда я нападаю, надо отходить. Снова нападаю, надо отходить. И белым надо свежать две шашки чёрных. Ну и здесь ничья при любом ходе. То есть, если чёрные играют ФЖ3, нападаем с поля Х4 и затем с поля Ф2 с ничьей. Если же чёрные играют, допустим, ФЕ3, тогда нападаем с поля Ж5. Ну, видите, на ход ЕФ2 заходим в любки с ничьей. А такого хода нет, потому что нападаем по большой дороге. Тоже ничья. А где же был выигрыш? А выигрыш был далеко не очевидный. В этой позиции надо было уйти на бортик. То есть, чёрные грозят прорваться в дамки, поэтому белым надо играть. Ну, видите, ЖФ4 бесполезно сыграть, потому что чёрные сыграют АБ6, но и легко выиграют. Поэтому приходится играть БЦ5. Ну, туда уже чёрные прорываются по ослабленному флангу белых и на ход СД6. Играют АБ6. Допустим, ЕД4, ЖФ2. Ну, и тут всё сходится в пользу чёрных. Допустим, ДЦ5, ДЦ3, СД8 или СБ8, СБ2. И чёрные выигрывают, видите. Строят треугольник Петрова и побеждают. Вот такой был выигрыш у Артёма Гагаринова. В этой позиции, кстати, правильно было вместо ФЖ3, как я сыграл, правильно было сыграть БЦ3. И здесь у белых, оказывается, была интересная ловушка. Смотрите. На ход ФЕ7 мы играем ФЕ5 и чёрные меняются назад, ЖФ4. У белых единственный ход, ФЖ3, всё остальное проигрывает. Но здесь есть прикольная ловушка. Если чёрные будут играть неосторожно, они могут даже проиграть. БЦ7, ЖФ2, СД6. Видите, у чёрных два нападения, у белых лишь одна защита. Поэтому нам приходится только закрываться. Остальное проигрывает. Ну и здесь на ход ДЦ7 играем ДЕ3. И здесь проигрывает ход СБ6. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти очень красивый выигрыш за белых. В конце будет комбинация, подсказка вам. Надо сыграть ЕФ4, точный ход. И на ход ФЖ7 играем ФЖ5. То есть не давая ЖА6 из-за хода ЖФ6. Приходится чёрным играть ЖФ6, тогда мы отходим. Ну и здесь чёрным надо проводить удар. То есть играть ФЕ5 и бить на Б2. И здесь белые могут победить. В стиле грацмейстера Владимира Вигмана. Играем ФЕ3. Неожиданный ход. Затем жертвуем шашку. Затем жертвуем дамку. И единственная белая шашка побеждает чёрных. Такая симпатичная ловушка. Во второй партии я играл чёрными. И уже Артём Гагаринов пытался защитить свою позицию. ЕД4, АЖ5, ФЕ3. Я также меняю же Ф4 лучший ход. И Артём также бьёт сперва на поле Е5. Но во второй партии Артём избрал более логичный ход АБ4. Ну, в некоторых партиях играли АЖ3. И БЦ5 я смотрел. Этот план. То есть у белых, видите, застряли шашки. А1 и Б2 на их левом фланге. Поэтому позиция чёрных более приятная. Да, вот здесь у чёрных приятная позиция, но выигрыша нет. Мне же хотелось выиграть. Поэтому я сыграл Б5 с идеей окружения центра белых. Артём тут же вылазит в центр. БЦ5. И я развиваю свой сильный левый фланг. ЖФ6. Артём подтягивает шашку. Играет ЖФ2. Я играю ФГ5. И Артём построил колоночку. ФЕ3. Здесь уже может и ЦБ6 грозить. И ЕФ4 с разменом назад. И поэтому белые уравняют позицию. Поэтому мне приходится меняться назад. Лучшего не видно. ЖФ4. И Артём играет ХГ3. Подтягивает отсталую шашку. Я играю ХГ7. И вот здесь Артём сыграл не точно. Он сыграл ЖФ4. А более простая ничья была после хода ЖФ4. Я вот смотрел в расчёте и не понимал, как за чёрных давить в этой позиции. Оказывается, были здесь очень красивые варианты. ЖФ6. ЕФ2. И у чёрных был очень прикольный ход. ХГ5. Теперь у белых есть три хода. ФЕ3. ДЕ3. И ФГ3. Давайте рассмотрим все три хода. Правильно играть в этой позиции ФГ3. Наиболее точный ход. И теперь сильнейший план игры за обе стороны такой. СД6. БА3. Бой. Бой. БЦ7. Точный ход. И на ход АБ2 надо меняться. ЕД6. Теперь белая игра ДЕ3. И грозят выиграть шашку. Поэтому нам приходится играть ДЕ5. Но меняться назад пассивно. Поэтому белым лучше сыграть ДЦ5. Ну и на ход СБ6. Белые жертвуют шашку. СД6. И играют ЖФ4. Чёрным надо играть СД6. И ДЕ5. Всё остальное плохо. И здесь белые могут в принципе разменяться назад. Но можно форсировать ничью. Допустим таким образом. Пожертвовать шашку ещё раз. И напасть ЕД4. Надо отходить. И белые наносят удар по затылку. И партия постепенно заканчивается ничьей. Вот это сильнейший план игры за обе стороны. После хода АЖ5. После ДЕ3 ничья за белых есть. Но здесь она уже довольно таки непростая. Чёрные жертвуют шашку. И нападают сразу же на две. Приходится закрываться. И нападать. Отыгрывать шашку. Тогда. Вернее пытаться выиграть шашку. Тогда чёрные играют БЦ7. И нападают снова. Белые также развивают свою отсталую шашку. Ну и в конце концов возникает позиция с небольшим преимуществом у чёрных. Белые играют ФЖ3 и ЖФ4. Ну и на ход АБ6 надо меняться назад. ДЕ3. У чёрных небольшое преимущество. Но выигрыша нет. Допустим на ход БЦ5 сильнейшая. Белые играют СД2. И на ход СД6 играют ДЦ3. Чёрные играют ДЦ5. И белые меняются назад. Чёрные вроде бы занимают центр. Но выигрыша нет. Естественно нельзя играть ДЦ3 из-за удара. ЕД4 и ЕФ6 с выигрышем чёрных. Ну и здесь ничья у белых есть. Играем на бортик Ж6. Ну и на ход ЕД6 белые играют ДЦ3. Далее возможен ДЦ5, ХЖ5. Напали. Белые отошли. И обе стороны прорываются в дамки. Здесь чёрные играют ЖХ2. Не давая хода АБ8. Но белые жертвуют шашку. И ставят дамку. Ну и на ход ЖФ6 играем Б7. Чёрным надо занимать большую дорогу. Они играют ФЕ5. Тогда белые уходят на поле Ж1. И партия заканчивается ничей. Как видите, не такая простая ничья после хода ДЕ3. А вот ход ФЕ3 оказывается за белых здесь даже проигрывает. Чёрные меняются ЕД6. Теперь у белых единственный ход. БА3. Тогда играем ЦБ6. Не давая АБ4. Ну и на ход АБ2 здесь надо сделать нестандартный ход. ДЕ5. Только он ведёт к победе. На ход АБ4 играем БЦ7. Ну и здесь есть два хода. На ход БЦ5 чёрные жертвуют шашку. И красиво выигрывают. Играем АБ4. Неожиданная жертва. Приходится бить назад. И играем ЦД6. Ну и на единственный ход АБ4 отыгрываем шашку. И побеждаем за счёт отсталой шашки Б2. Белые её не могут ввести игру. Допустим ЕФ4. Побили, 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 побили. ДЕ5. Ну и видите. Шашка Б2 является причиной поражения белых в данном случае. Чёрные побеждают. Так. Если же в этой позиции белые играют БА3 вместо ДЦ5. Тогда играем ДЕ7. И белые меняются. ЕФ4. Оказывается, сильнейшее сопротивление. Играем ЦД6. И грозим сыграть БЦ5. Ну на ход ФЕ3. Уже сыграем ДЕ5. И постепенно ведём шашку в дамки с выигрышем. Поэтому белым приходится меняться. БЦ5. Тогда занимаем важное поле. Ф4. И белые проигрывают снова. То есть видите. У них очень неудачно расположены шашки. Несмотря на то, что у них центр. То есть после вынужденного хода ЦБ2 играем ФЖ5. Ну и на сильнейший ход БА3 играем ЖЖ4. Белые нападают. Мы жертвуем шашку. И идём в дамки. Но здесь белые могут оказать очень сильное сопротивление. Позиция иногда встречается в игре. Поэтому важно её знать. На ход ДЕ3 ставим дамку на поле Е1. И здесь белые ставят присоску. Играют СД6. Приходится бить на поле Ц5. Тогда белые играют ЖФ6. ЕФЖ7. Ну и выигрыш здесь очень сложный. На самом деле он есть. Но очень сложный. Смотрите. Переводим дамку на Е1. Допустим. Белые ставят дамку. И играем на Х4. Ну допустим. ХЖ7. Нападаем на шашку. И здесь белым надо жертвовать шашку. Бьём именно на поле Д2. Это сильнейший ход на С1. Кстати нельзя было бить. Там будет только ничья. Теперь. Видите. Грозим СБ4. Поэтому. Белым надо играть ЖФ6. Видите. ЕФ6 нельзя. Потому что. Чёрные нападают. Надо отходить. Затем занимает поле Е8. И. Белым. Остаётся. Только сдаться. То есть видите. Жертвовать бесполезно шашку. Потому что мы уведём дамку на Е8. Затем. Разменяемся. Вот таким образом. Ну и постепенно. Вот эти три шашки. Переведём на эти поля. А дамку. А3. Переведём на А7. И легко выиграем. Это кончание. Поэтому. Белые. Максимально сопротивляются. Игра от ЖФ6. И здесь. В победе ведёт только неожиданный ход. АБ4. Белые уходят на А4. Сильнейшее сопротивление. И играем БЦ3. То есть видите. Чёрные грозят сыграть СБ4. Поэтому у белых единственный ход. ЕФ6. Тогда ставим дамку на С1. ФЖ7. Играем СБ2. И здесь белые лучше всего поставить дамку на Ф8. После размена. Белые нападают на шашку С3. И отъедают её. Окончание выигранное. Но оно тяжёлое. Для реализации. Не буду акцентировать на нём внимание. Профи найдут выигрыш. Для начинающих покажу например такой интересный вариант. Играем на Ж5. И если белые уходят дамкой на Е1. Может здесь очень красиво выиграть. Играем АБ6. Белые думают, что вроде бы ничья играет АБ4. Но чёрные здесь неожиданно уходят на бортик. И выясняется, что белым некуда ходить. Позиция напоминает мою партию с мастером спорта Андреем Патрушевым. Похожее окончание было. Только там белые наоборот выигрывали. Видите, белым некуда ходить. То есть нельзя нападать на дамку. Потому что чёрные побеждают таким образом. И нельзя отходить. Потому что чёрные меняются. И легко побеждают одну шашку в белых. Вот такой ловушечный вариант. Естественно, что белые в этой позиции могут оказать гораздо более сильное сопротивление. Но всё-таки выигрыш у чёрных есть. Давайте теперь рассмотрим партию. Как же было в партии. В партии Артём сыграл GF4 вместо сильнейшего хода GH4. И здесь мне удалось победить. Я играю GH6. И вот после хода DE3 у белых уже ничьей нет. Решающая ошибка. Чёрные нападают CD6. Белые закрываются. Ну, вроде бы кажется, у чёрных три нападения, у белых три защиты. Но на самом деле ничьей нет. В партии вот в этой позиции я ошибся. Выигрыш был такой. Надо было сыграть FG5. И затем сыграть GH4. То есть не даём хода DE5 из-за ED6. Поэтому белые вынуждены играть единственной шашкой A1. Они, допустим, играют AB2. Тогда играем FG7. B3. Тогда играем GF6. CB2 единственный ход. Тогда играем FG5. Ну и на единственный ход AB4 играем BC7. Белые ещё сопротивляются. Строят ударный кулак на своём левом фланге. И здесь выигрыш только такой. Надо пожертвовать шашку HG3. И затем разменяться, занять важное поле F4. И видите, белым некуда ходить. Остаётся только возвращать шашку. И видите, грозит нападение с поля B6. Поэтому у белых единственный ход DE3. Тогда нападаем. Надо закрываться. Ну и чёрные здесь форсировано побеждаем. То есть выигрываем шашку. Затем побеждаем за счёт лишней шашки. Например, CD2, DC7, BC3. Нападаем. Ну и белым некуда ходить. Если они закрываются CD4, тогда возвращаем лишнюю шашку и выигрываем. 2 на 2. Если же белые отходят, тогда снова возвращаем лишнюю шашку и играем AB6. с выигрышем. Обратите внимание, что в этой позиции не выигрывал напрашивающийся ход CD6. Тогда белые уже игра DE5. И на ход HG3 бьют именно на поле H2. Мы бьём. И здесь белые играют CD6. Ну и здесь ничья ещё у чёрных есть. Допустим, DC7 и GH4. А вот ход GH4 уже окончательно проигрывает за чёрных. То есть белые неожиданно жертвуют шашку DE3. И выясняется, что несмотря на лишнюю шашку, чёрные побеждают. То есть на единственный ход AB6 и AB4 белые проводят удар по затылку. И выигрывают. Вот такие прикольные варианты. В партии я ошибся. То есть не нашёл этого плана. Сыграл просто BC7. И сыграл CD6. Напрашивающийся план игры. То есть белые играют AB2. Пытаются вернуть шашку. Я играю D7. И нападаю. Ну и здесь после всех нападений у чёрных большое преимущество. Но, как выяснилось, выигрыша всё-таки нет. Естественно, DE5 проигрывает. Я считал его во время партии. То есть на DE5 отходим. И на ход CD4 закрываемся. Ну и на единственный ход DC3. Просто играем CB4. И видите, белым некуда ходить. То есть я думал, что уже выиграл. Но оказалось, что здесь у белых была ничья. Они жертвуют шашку DC5 и играют FE5. Я сыграл AB6. Ну и здесь Артёму проще всего было сыграть ED6. И здесь была самая простая ничья. То есть видите, белые грозят пройти в дамки. Поэтому мне приходится меняться. Тогда белая игра DE3. Ну и как бы чёрные не побили, ничья у белых в кармане. Ну лучше всего побить B4 на D2. Тогда чёрные, белые бьют на G5. Ну и в ответ на постановку дамки просто идут дамки на поле F8. И отсекают шашки чёрных по тройнику. Выиграть здесь чёрные не могут. В партии же Артём был в цветноте и запаниковал немножко. И мне удалось победить. Смотрите. Артём в этой позиции сыграл CD4. Ну это ещё не проигрывает. Но это уже серьёзная неточность. Я заставляю белых играть GF4. После хода GF4. Видите, это единственный ход. Затем играю BA3 и заставляю играть DC3. Снова у белых единственный ход. Теперь меняюсь назад. Ну и на ход EF6 играю ED6. И в партии Артём ошибся. Правильно было отдать FE5 и сыграть FE7. И здесь у белых ещё есть тяжёлая ничья. Допустим, на ход FE3 играем ED8. Ну здесь есть два варианта. Если чёрные сразу же идут в дамки EF2, тогда ставим дамку на B6. И видите, сюда дамку ставить нельзя. Она будет поймана. Поэтому приходится ставить дамку на G1. Тогда белые отходят и грозят разменять дамку. Приходится отходить. GH2. Тогда белые меняют шашку А3. И занимают большую дорогу с ничьей. Если же в этой позиции чёрные играют HG3 вместо EF2, тогда ничья ещё более простая. Отдаём шашку СБ4. И нападаем DE7. И видите, чёрные мешают своя же шашка E3. То есть приходится отходить. Тогда белые занимают большую дорогу. И одна дамка добивается ничьей против четырёх шашек соперника. Вот такая ничья ещё была. В партии же Артём отдал шашку в эту сторону. Сыграл FG5. Ну и после хода FG7 выяснилось, что ничьей у белых нет. То есть FE3 играем. Ну и на постановку дамки играем EF2. Артём сыграл HG7. Я поставил дамку. И видите, шашка C3 неминуемо гибнет. И мне удалось победить моего соперника. Друзья, если вам понравилось видео, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Пишите комментарии. Задавайте вопросы. Если что-либо непонятно, отвечу на все вопросы. До свидания, друзья. И давайте воевать только на шахматной и шашечной досках. Субтитры сделал DimaTorzok